Когда-то, когда мы заезжали, я очень захотел горн с круговым подходом, но мы поставили, сварили вот такой восьмиугольный горн, поставили его под солнце в помещении, и встал вопрос о качественном повесить вытяжку при 6-метровых потолках. Были куплены четыре троса с цепями, и мы повесили его на растяжках, поэтому по факту, как колокол у нас висит и даже немножечко качается. Вот была куплена такая мягкая гофрированная труба из них за веки. Вот, я думал будет прогорать, но нормально, три года она отторванила. Сейчас посмотрим, кстати, если дни отверстия какие-нибудь прогорела. Мы ее сейчас сломаем. Я тебя сломаю, она стоит кучу бабла. И нам еще она пригодится-то, че. Ну ладно, все это выходит. Вот туда вот, не сразу. С две трубы. Сдадим ее. Что вот это там сдать, собраться? Кусок корица, что? Все, оставь, в новую цепь поедет. Я не хочу ее доваривать, пизду ее. Ну а что, там нормально, хватает уже. Так, надо шлаколомку. Миша, если ты это смотришь, ты стал шлаколомкой. Раскет, что топоры не собрал. Сейчас их медведь подрутит. Как он там? Когда-нибудь он их доделает, не поступит продажи. Старый. Сколько они тут висят? Три месяца? Четыре? Больше. С топора пожарного. Ну нет, я, блядь, наверное, штук двадцать отсюда добил. Тут, когда я заказ сделал, тут плюс четыре получилось. Этих ебучих топориков. Кирпичи, хуй с ним, пускай здесь лежат. Они, это не говно, они не воняют. Они сейчас будут мешать, все это вытаскивают. Нет, это мы вытаскиваем чуть позже. Что, зонтый бымот все срегрел? Я все хуй. Ты говорил, он прогорел, и нафиг он не нужен. Не нужен на новом месте. Но это не значит, что металлоприемку эту красавицу не сдать. Этот кусок говна еще поработает. Что, Маш, ты где? Бля, я хочу сделать одну хуйню, и тебе не понравится. Зачем тебе две пары очков? Там все, что я на бою. Трубу надо сначала снять. Очки одень. Две пары сразу. Но, я думал, получится эпичнее. Я чуть-чуть перемял. Туберкулез. Ебать тут шла, Катя. Может, что-то спинуть? Провод нельзя укладывать. Помнишь, да? Ну да, потому что в кузнице не было ножниц, да? Нет, потому что этот провод сразу меняет, потому что он сгорел, блядь. Или потому что все кусочки упакованы. Да. Провод только откинь. Провод, провод на полу откинь, чтобы на него гор не поставили. Что, надо зонт отстегивать? А? Надо зонт отстегивать. Сейчас вот этот буйню уберем? Слушай, может, контейнер для мусора сюда заказать? А надо? Ну, чтобы сразу у него накидываться. У нас есть целая яма. Хочешь подарить? Да. Хочешь подарить? РЖД-яму. Гармон. Мусор. Ну, в принципе, тем неплохо. Зря, наверное, я это на камеру, да, говорю? Да, вырежу. Запикаем, да? У нас же нет людей из РЖД, которые нас смотрят? Есть. Блин, они даже писали мне, что есть помещаги, там еще что-то. Но у них все... Хорошие, добрые люди. Но у них все практически конкурсные торги. Типа, там, надо регаться на аукционе, на который хуй зарегаешься. И вот это вот все. Да. Добрые люди. Аскель, так что, если ты переживаешь на тему того, что можешь оскорбить ту или иную группу лиц, то нас смотрят почти все категории людей. Что? Нельзя по-другому. Ну-ка, Илюха, давай. Изобрази. Закон? Да это мама закон? Мама, не закон. Я закон. Отлично. Вот поработал человек в суде пару лет, и все, блядь. Вот, смотрите, до чего людей доводит работа в суде, да? Что, это лучше, чем бумажки перекладывать? В разы. Так, вот эту подставку надо забрать. Она охуенная, я ее на шуруку забил. Столер я так себе. Аскель, нам же крышу чинить надо, да? Нам понадобится профлист. Профлист, смотри, вот у соседа, видишь? Мы смотрим, что профлист. Сипом рядом, чтобы сип перерезать, а он упал, и мы в лужу, короче, такие искрящиеся. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Откорите от зонда. А зачем ты там по кругу ходишь? Самое лучшее. Ну я могу в одном месте бить, то тогда оно со всех сторон не выпадет. Ты хоть ритм какой-нибудь отбивай. А я ее снимаю, видишь? Демонтаж по-кузнечному. Буэно. Буэно. Ставьте вторую. Буэно. 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 Давай. Давай. У-у-у-у-у. Буэно. Прям флотинки. У-у-у. Зимельные. Надо переходить на газ Ты не хочешь респик одеть, да? Я долбоеб Мы как бы в этом и не сомневались Может быть долбоебом в респике Нам же обязательно это будет подключать Обязательно? Ты едем и зайдешься Знаешь, как в терминаторе показывали после ядерной зимы, блядь? Что такое? Потом? Куда же спрятаться? Подальше отойди тут Давай, все это делают с кипятком Сейчас экологи уже выехали Зато, видишь, нихуя на пол не упало Пару слов о вашей работе Мои легкие, чистые Вот смотри, смотри Давай Да, на наш хабар, молодец Это, блядь, денег стоит? Там всякие и риги, и паллади Ребят, трое сюда идите И кто-то один со стремянкой Я расскажу, что делать Берите за край зонта Выравнивайте его И надо поднять его А человек со стремянкой Цепляет четыре крючка Ну ты, если что, не страхуй За страхуй, братулку Ты и так дотянешься Снимай крючок На него сместитесь На улицу его Что ты делаешь, молку и выдерживаешь? Может стремянку дать? С стремянку делаем, уже ложится А вот очки не для долбоебов И давно ты тут стоишь? Да Там посткач надо разбирать Чтобы от стены открутить, по-моему Да Ты новую шапку привез Или мы на новом месте шапку сменим в молоту? Я не привозил Мое место новой шапкой Это уже поизнасиловать Белая, прорабская Для инженера я не помню, как раз Блядь, почему шлицевая, блядь, отвертка? Да, потому что советский магнитный впускатель Я, блядь, понимаю, но В чем, сука, сложно сделать Сраную крестовую распилку, блядь Он не советский Он белорусский, что? Ага Бля, у меня есть молоток? Не надо молоток Блядь, а как его прикручивать, хуйня? Сар, ловите Ты не хочешь сказать, что из страховки Какую-нибудь в тропу к нему привязать Или за петли воротами защититься? Нет Чтоб ты этого подкатывал Мы их напрягали, чтоб он назад не скатывался Нет Потому что ты долбоеб? Да Ладно Если что, наш молот весит всего на всего 3,5 тонны Нихуя, ребят, каменты перетащить Какая-нибудь тяжелая Ты, у меня твое лицо нравится На Смотри, встаем до клина Аккуратно цепляем И делаем вот так Вставай с той стороны До клина Поднимай аккуратненько Прокатывай ломом, чтобы он от стены отодвигался А, она мне что-то говорила А, она мне что-то говорила Да, давай Она куда-то поставила Нет, 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 ты не понял Насколько он не правдил Ты как бы берешь отсюда его задвигаешь И на ломе сюда протягиваешь Вот такое у тебя движение должно быть Бля, возьмите камеру Едем? Да Переделать долго Красотки Не пихай туда кулак, Аскер О, да Мишка, подбивай Бери молоток, подбивай клинышек Под него второй клинышек Как бы поднимай клинышку Понял? На сто Ага, вот туда вот Ну чё? Ага Ну, давай Не ложись Иваш, сынок, смотри Иваш, введи, Иваш, опять не ложись, слушай Ну чё ты там? Ты же ломом двигаешь Ебать, хорошо О, ст рус ports Ну, а ч вечером где это? Спорят не было Кеньте ему монетку Кому? Не мог Копилки? Да Копилки Тут Ломатика Принимай Ха-ха-ха-ха Так Ха-ха-ха-ха Поднимитесь. Что, блядь? Фоминкоиды. Три с половиной тонны нельзя поднять ломом, блядь, да, сука? Вот эту залупку снимаем, если он трубу не размажет сейчас. Соответственно, убиты клинные, поднять первый край, засунули первую трубу. У меня он пока на трубе не стоит. А? У меня он пока на трубе еще не стоит. Ты можешь, конечно, аутиз? Нет, не лишаюсь себя возможности. Все, что он получит. Открутил, блядь? Все, они все. Все гриндера откручены. Только с тисками вон ребята мучаются. Мы не мучаемся. Какая крутая, 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 крутая. Итак, ударив Катьку по соску перчаткой. Сидя болтов на жопочке. Сидя, блядь, на подставке с инструментом. Короче, трубы оказались 62-е, а не 50-е, которые я рассчитывал. Ну, потому что хуй его знает, почему. Поэтому при помощи... Ваня, закрепись. Закрепись, Вань. Короче, подняли мы его до конца следующим макаром. Мы подкинули всякое говно и хуйню. А поскольку мы с Ваней два человека, в которых 100 килограммов веса, ну, во мне 99, в Ване 120. Давай, попизди мне здесь свою западкой. Короче, делали мы следующим образом. Ладно, чтобы обломок молока не вылетел. То есть, мы прыгаем на молоте и поднимаем его вверх. Короче, таким макаром мы закинули... Шестидесятые трубы подняли его, блядь, сука, не видно ни хуя, вверх вот таким вот макаром. А там шестидесятые трубы, сколько? Шестидесятые. Нет. А этого петуха под крылья держат. Да, этого петуха под крылья держат. Значит, у нас все вылезло. И сейчас мы будем подпирать уже молот сзади и катить его наверх.